Всем привет! Сегодня 29 июня, Московская область. У нас наконец-таки стало чуть прохладней. Сейчас 22 градуса, до этого жара стояла 45. Еще накануне прошел дождь хороший, но самое плохо было ураганный ветер. И у меня есть потери в цветочных культурах, я потом вам покажу. И вот сейчас только есть возможность зайти в теплицу и что-либо снять. До этого было невозможно, жарко. Чтобы поработать, я сюда заходила после 7 часов вечера. Итак, это у меня томатная теплица, где я выращиваю сортовые, высокорослые томаты. В этой теплице есть 2 механических окна, а не с торцов, и 3 автоматических. Дверь купейного типа, она у меня уже открыта, наверное, месяц. Дверь, в общем, я не закрываю. Здесь у меня еще и висел, если помните, материал, чтобы закрыть проход. Но я его тоже сняла, чтобы здесь был постоянный сквозняк. И здесь, в этой теплице, 3 грядки. Проходы замульчированы хвойным опадом, сами грядки замульчированы соломой. И давайте посмотрим, что у меня творится с томатами. Они начинают уже завязываться. Самое главное, сейчас еще не сказала, что я их высаживала. Значит, высевала я их в 2 срока. Это 11 и 14 марта. Высадила в теплицу я 3 мая. Все записываю, памяти никакой. Итак, томатики-то начинают у меня уже краснеть. Это сорт черри, томатобери, кистевые. Я их выращиваю уже второй год. Ну, нравится. Они маленькие, в салаты отлично идут. Оставляю по... А, еще момент такой, что в этом году была жутко, вот эта жара, да, стояла. У меня все-таки кисти завязи некоторые, вот видите, были потеряны. То есть, есть проплешины в кистях. Поэтому в этом году я решила, что буду частично посынковать. То есть, если я раньше строго вела каждый высокорослый сорт в 2, максимум в 3 головы, ну, это в редких случаях, обычно 2, то в этом году я оставляю 4, 5, а где-то даже и 6 голов. Потому что, чтобы не потерять урожай, я решила оставлять тогда побольше именно стволов у томата, чтобы здесь уже завязывались. Если здесь потеря, то здесь хотя бы будут томаты. Дальше, какой у меня еще сорт интересный. Так, здесь у меня манго-джанго. Тоже завязывать потихоньку. Что хочу сказать, что они по кустам, если смотреть, они очень похожи между собой на мой сорт любимый, южный загар. Плоды схожие. Я сейчас вам для примера покажу южный загар. Это конкретно манго-джанго. Это первая кисть. Кисть довольно низкая, он, видите, завязывает. Точно так же, как и у южного загара, у него такая путлявая листва, чуть-чуть поникшие листья. И довольно-таки он стройный. То есть сильно он не зарастает листвой. А теперь я покажу, пойдемте, сорт южный загар. Вот он, южный загар. Смотрите. Внешне, я не знаю, как на камеру вы сейчас увидите, но внешне кусты очень и очень похожи. Плоды, кстати, тоже. Вот они. Это южный загар висит. Ну, не знаю, будем пробовать плоды. Посмотрим. Здесь с краю у меня высажена эта санмарцана. Они невысокорослые, сами завершкуются. Может, еще чуть-чуть подрастет, и все. Санмарцана я, в принципе, не посынкую. Смысла нет. Смотрите, какие кисти он завязал. Очень даже низко начинает завязывать. Кистевой. В кисти по 5, по 6, по 7 плодов. Видите, пасынки. Ничего здесь не обрывают, только нижние листья. Пасынки, если у этого сорта обрывать, то будет потеря урожая. Не вижу смысла. Сержант Пеппер. Тоже довольно-таки хорошо завязывает плоды. Это самая-самая первая кисть. Вторая. И дальше здесь уже вот третий, четвертый. Там дальше пошли. Хороший томат. Высаживаю тоже уже то ли второй, то ли третий год. Уже не помню. Симпатичные сами плоды. Ну и, конечно, вкусные. Практически созрел томат. Сорт черное сердце с носиком от Борисовны. Смотрите, он таким и должен быть. То есть я его уже, наверное, завтра или послезавтра сорву первый плод. Считается он среднеспелым. Но, как показывает у меня в теплице, он поспевает один из самых первых. Хотя у меня все сорта среднеспелые, познеспелые. Вот именно черное сердце с носиком от Борисовны один из первых. В прошлом году тоже поспел. Смотрите, какие они красивые, крупные. Шоколадного цвета. Сейчас еще раз покажу. У него такая вот небольшая зеленца есть, да, возле плодоножки. Но она очень мягкая и очень вкусная, не грубая. Этот сорт не супер урожайный. Это, знаете, вообще сорта коллекционные. Они не для продажи, да, для массовой. Это просто порадовать себя и зрительно, и вкусовыми качествами. И еще у меня поспел, уже поспел. Сейчас покажу. Это сорт P20. Высевал 11.03. Вот уже готов первый плод. Вот такого золотисто-оранжевого цвета у основания. И у плодоножки фиолетовый оттенок у него. Все, я считаю, что он уже выездил. Потому что, смотрите, как он мягкий. Пишут, что очень-очень вкусный. Вот вечером мы с ребенком будем срывать первый томат сорт P20. Вот он же, видите, тоже наливается плоды. Так. Здесь, смотрите, как очень хорошо завязывается сахар розовый. Правильно? Да, вот он. 11.03. я высевала. Вот такими кистями крупными. Розовые такие крупные плоды. Очень сладкие. Выращиваю его тоже второй или третий год. Смотрите, у него какая завязка. Он тоже теряет цвет, но минимально. Вообще минимально. Все максимум. Это вот первые кисти. Представляете? Вот они. Очень урожайные. Очень и очень. Здесь кисточки поменьше. Сами плоды я имею в виду. Но практически каждый цветочек завязан. Хороший томат. Здесь такие крупнющие. Это у меня сорт Конь Кани. Это новинка. Такие крупные. Дальше это Онжи. Следующие. Так. Созревает уже у меня. Это что за сорт? Тоже Конь Кани. И практически уже созрел. Тоже через несколько дней. Смотрите. Через несколько дней буду срывать. Это зеленая тайна личинки. Тоже смотрите, как завязывает хорошо. Это видимо такой цветок махровый был. Такие кисти у него отличные. Вот они. Это все зеленые тайны личинки. Я выращиваю тоже. Я уже не помню. То ли второй, то ли третий год. Вот такие у него первые кисти. Самые первые плоды он у меня завязал здесь. Они уже начинают мягчить. То есть скоро будут уже они готовы. Зеленый это зеленоплодный томат. Их определяет нажатием. То есть он не краснеет. Конечно остается таким зелено-бронзовым цветом. Поэтому с помощью нажатия пальцев определяет его спилость. Дальше. У меня здесь какой-то громидный помидор завязался. Это лихач Виллс. 14.03 высевала. Смотрите какой помидорщик один. Один, но очень крупный. Тоже хорошо завязал. Это тоже лихач, да? Да, лихач Виллс. Смотрите. Такая первая одна кисть у него громидная. Вообще. Здесь кистевой томат. Это я специально выращиваю для консервации. Вот первая кисточка. Это Элизабет Стефанчик высевала 14-го. Небольшие помидоры кистевые красные. Вот она. Видите? По первой кисти завязал. И дальше. Вторая. Вот здесь. Следующая кисть. Дальше кисть. Ну, неплохо завязывает. Хорошо. Так, это что? А, это Манго Джанго. Я вам уже показала. Мистер Бот. Новинка. Этого года. Тоже крупные томаты. Ну, в принципе, я хочу сказать, что при такой жаре, и так завязались томаты, это неплохо. Что у меня еще здесь? Вот такие зреют. Это маленькие, такие красивые. Видите? В такой штрих. Это сорт утренний шмель. Это тоже кистевые. Так, уходи отсюда. Так, быстро. Это тоже кистевые томаты. Желтые, красивые, сладкие. Посмотрим, что новинка этого года. Ну, вот, в принципе, вот так выглядит у меня томатная теплица. В жару я поливала каждые три дня. Заливала просто. Именно грядки, проходы я не поливаю. И вот три дня назад я проливала гуматом калия. Так как сейчас идет очень массово плоды, начинают созревать. Гуматом калия очень нужен. Поэтому пролила гуматом калия три дня назад. А вот сегодня буду проливать просто водой. Поливаю водой прям со шланга, с колодца, холодной. Вот, в принципе, и все. Подкормки у меня и все. Здесь, помните, сидел у меня лук на зелень. Сейчас я высадила сюда бобы. Вот так. Лишнюю листву я уже убираю. Вот видите, до первой кисти уже у меня все стволы оголены у томатов. Ничего здесь не оставлено. Чуть-чуть раскрыла, поубирала листья, чтобы раскрыть томатом на них, чтобы больше света попадало. Потому что некоторые сорта очень много листвы имеют. И поэтому лишнюю я обрезала, чтобы быстрее шло созревание томатиков. В общем, сегодня 29 июня. И сегодня будет у нас сорван первый томат. Пойдемте покажу. У меня же еще одна стеклянная теплица. Перечно-огуречная. Вот, сейчас идет уже мелкий дождик. Так, возле теплицы сразу покажу. Там у меня и капуста разная. Горошек уже созрел. Собираем каждый день. Разные виды салатов. Фасоль. Все у меня здесь высажено. Клубника растет. Вот здесь баклажаны в контейнерах в черных. Помните, я их выращиваю уже таким образом два года. Сейчас я вам покажу. Вот такие баклажанчики у меня уже. Красивые. Вот они. Тоже через несколько дней можно рвать. Вот они, баклажаны висят. Здесь у меня три контейнера. Нам будет достаточно. Это томаты а-ля открытый грунт. Сорт рубинчик. Уже тоже, они, знаете, имеют такую молочную спелость. Завязываемость у них колоссальна. Это гибрид рубинчик. Очень много помидоров. Ни одна завязависть вообще не была, мне кажется, потеряна. Смотрите, сколько томатов. Здесь у меня четыре контейнера мягких с помидорами. Я думаю, что через неделю они уже будут все, ну, по крайней мере, наверное, розовые. Так. Снимаю. Это у меня грядка возле теплицы. Огурьи, перт, эти как, господи, кабачки. Кабачки мы уже третий день рвем. Смотрите, тоже опять рвать надо. У меня здесь и цукини, вон, нарастают полно. Это простые белые кабачки. Здесь у меня посажены эти маленькие патиссоны. Но патиссоны, видите, только цветут. Они всегда позже вырастают, чем кабачки. Здесь вот, по-моему, пять кустов кабачков с цукини. И два куста этих желтых патиссончиков. Здесь три контейнера с острым перцем. Смотрите, уже мы рвали острый перчик. Вот он. Он сначала зеленого цвета, потом краснеет. Вот. Я уже закрутки делаю огурцов, поэтому перчик срываю. Он и цветет, и уже плодоносит. Перцы острые, именно этот сорт свой давнешний, я не формирую. Перчиков уже довольно, так видите, много. Зеленые плохо видно. Он растет таким вверх, пучком. Вот так. Также у меня высажены в открытый грунт огурцы. Это пчелопыляемые. Базилик сюда же высадила. Так они поднялись замечательно. И здесь два огурчика. Это у меня здесь такое место специально между теплицами. Специально контейнеры на это выращивали. Ну, а это теплица перечная огуречная. Ой, здесь у меня тоже теплица стеклянная. Имеет одно механическое окно и два автоматических. Дверь тоже купейного типа. И я ее на ночь прикрываю. То есть оставляю небольшую щель. Значит, высажены... Тоже имеется здесь три грядки. Проходы замульчированы хвойным опадом. Здесь грядки замульчированы конской подстилкой, перепревшей. Итак, перцы я высевала в этом году в несколько сроков. Это 6, 7 и 19 марта. Высаживала сюда в теплицу 4 мая. Огурцы высевала 15 апреля, а высаживала 9 мая. Значит, посередине выращиваю огурцы. По краям у меня сладкий перец. Ну, и здесь еще с краю я лишние огурчики были, посадила. Ну, что же хочу сказать насчет перцев. Нормально, видите, я уже все подвязала, конечно, потому что перцы у меня в основном высокорослые. Они уже, вот, с плодами потихоньку все зреет, цветет. Вот они. Это сорт у меня посажен, видите, высокие. Не сан-марциана, а с помидорами же путаю. Рамира. Ну, здесь все подписано. У меня можно потом по сортам тоже пройтись. Вот такие, смотрите, какие хорошие перцы уже. Скоро-скоро будут краснеть, желтеть. Так, с этой стороны тоже перцы. Вот они. С перчинкой перец я уже рву, потому что закрутки делаю. Ну, и там дальше тоже, смотрите, перчики. Все перчики. А здесь также по краю у меня базилик высажен. Здесь это люфа. Я ее, конечно, уже прищипнула. Она дошла до потолка. Начала давать боковые пасынки. И я их тоже после третьего, четвертого листа прищипываю. Она уже скоро у меня зацветет. Вот. Образуются цветочки. Нет, не видно. Вот. Я очень любят муравьи. Почему-то они всегда лазают по этой люфе. Так, и посередине у меня огурцы. Сейчас покажу. Ой, огурцы у меня все новинки, гибриды. Отличные огурцы. Я прям вообще не нарадуюсь. Стараюсь вести, как видите, в один стебель. Видите, вот, в один. Но веду я примерно до половины своего роста. И потом я даю отрастить пасынки. Видите, вот, пошел пасынок. Оставляю один-два огурчика и прищипываю. Сейчас наглядно еще покажу, как я это делаю. Вот. Смотрите. Пасынок пошел. Раз, два огурчика. Здесь я прищипнула. Здесь будет третий огурчик. Вот здесь, допустим. Вот он, пасынок пошел. Раз, два, три. Здесь даже четыре огурчика и прищипнула. Вот таким образом я веду там все огурцы. Вначале у меня это засолочные для еды тоже. А дальше у меня уже, видите, такие китайские змеи. Это длинноплодные. В семье обожаю такие огурцы. Они уже, смотрите, доросли до потолка. Так. И здесь с краю у меня тоже огурец. Уход у меня тоже. Я всем рассказывала и показывала подкормки, какие я делаю в этой теплице. Полив огурцов в жару у меня был каждый день. Перцы я поливала через каждые два дня. Сегодня, вот вчера я не полила. Не было такой возможности. Да и вчера дождь шел уже вечером. Так прохладно было. Сегодня обязательно буду поливать, подкармливать. Подкармливаю я каждые два-три дня. Вот сегодня у меня будет подкормка. Это биогумус. Ой, биогумус правильно, жидкий. Это конский. Развожу его и в жидком виде я проливаю всю огуречную грядку. Очень и очень хорошо. Туда же в лейку с биогумусом я добавляю фитоспорин. Ой, протекла. Добавляю фитоспорин. По столу, вот у меня столовая ложка, по одной столовой ложке на одну лейку. Вот таким образом я подкармливаю. Дальше у меня также идет подкормка. Это зеленая бродилка. Все вы знаете ее. И беру лейку. И лейкой просто водой поливаю по листикам, чтобы создать такую, знаете, небольшую влажность, чтобы теплица не пересыхала, особенно в эти жаркие дни. Вот сегодня, видите, я собрала огурцы. И каждый день собираю. Каждый день закрываю одну полтора литровую баночку огурцов. И плюс еще на еду у меня идут огурцы. В основном мы едим вот такие. Они даже, когда перерастают, очень-очень нежная кожица. Нет практически семян, не ощущается. Все, вот такая у меня теплица перечная-огуречная. Так, ой, 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 ой. Лук еще сегодня собрала, буду зарезать, замораживать. Здесь бархат сетонколистный. Смотрите, какая красота, да? Салата тоже полно есть, уже не успеваем. Здесь небольшой цветничок, тоже бархатцы обычные. Высевала, смотрите, как они уже пушатся. Это декоративные подсолнухи. Самосев с прошлого года. Там у меня тоже капуста, подсолнухи. Это укроп уже, видите, как вырос. Луки разные, эксибишеные, простые и семейные. Это у меня грядка возле теплицы находится. Вот так. Это ранняя капуста, видите, кто-то ее ест, ест постоянно. Я ничем не обрабатывала и не накрывала в этом году. Вот так. Дальше у меня там тоже, видите, огород клубнику сейчас собираю, компот кручу, лук у меня там цветет, ежевика, голубика. Но это я вам уже потом покажу, чтобы видео было не длинным. Сегодня хотела вам рассказать о теплицах. Как они выглядят, как пережили эту аномальную жару для Московской области. Сегодня такой ветерок, прохладный, нет солнца, пасмурный день. И так хорошо. Так. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok